МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями в студии телеканала Север. Ольга Русул. Здравствуйте. И в этом выпуске. Сгорело дотла. Следователи выясняют причины крупного пожара в поселке Нель-Минос. Там в эти выходные огонь уничтожил здание магазина и жилой дом. Традиционная хозяйственная деятельность нуждается в помощи. В Нарьинмаре обсудили вопросы поддержки представителей КМНС, продолжающих дело своих предков. Долгожданная встреча со зрителем артисты Дворца культуры Арктика восстанавливают свои силы после вынужденного карантинного простоя. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска о чрезвычайном происшествии в поселке Нель-Минос в ночь на 14 февраля полностью сгорел магазин. Огонь перекинулся на соседнее строение. Пламя уничтожило частный жилой дом дотла. На месте происшествия побывала и наша съемочная группа. Репортаж Елизаветы Кабановой. Тлеющие останки дома напоминают о событиях субботнего вечера. Языки пламени поглотили сразу два здания. Такого в поселке Нель-Минос не было уже давно. Возгорание началось с котельни в магазине, а затем перекинулось на жилой дом. Сообщение о возгорании магазина поступило 13 февраля в 16.30. Изначально с огнем боролись местные жители, добровольная пожарная дружина и отряд государственной противопожарной службы. Тушили с помощью мотопомпы и подручных средств. Единственный пожарный автомобиль не завелся. Да, с машиной была проблема. Было развернуто две мотопомпы. Тушение проводили мотопомпами. Могли спасти, но техника у нас подвела потом. Мотопомпа все замерзла, морозы. Когда поняли, что сами не справятся, запросили подкрепление из Наринмара. На помощь выдвинулось 8 человек. 4 сотрудника пожарной части и 4 спасателя окружного ПСС. Всего в тушении пожара принимали участие 39 человек, 25 из которых местное население. Причина возгорания пока неизвестна. Сейчас следователи начали проверку. Собранные на месте происшествия материалы будут направлены на экспертизу. В региональном управлении МЧС России еще раз напоминают о мерах противопожарной безопасности. Хотелось бы обратиться к гражданам, должностным лицам, более бдительно соблюдать требования пожарной безопасности. Потому что в основном все причины пожаров это, так скажем, человеческий фактор. Плюс к этому еще у нас добавляются низкие температуры. И для этого актуально перегруз сетей, для этого актуально перекал различных приборов отопления, печи, котлы на твердом топливе, в том числе бани. Что касается пострадавших от пожара жителей Нелиминоноса, сейчас погорельцы проживают у родственников. Пострадавшая Татьяна Соломатова говорит, что документы и ценные вещи успели вынести до того, как ее жилье сгорело. Впрочем, самым дорогим для женщины был дом. Он принадлежал еще родителям пострадавшей. В семейное гнездышко любили возвращаться братья и сестры. Неравнодушные жители региона объявили сбор средств для Татьяны Соломатовой. В пожаре она потеряла все нажитое имущество. Она благодарит всех, кто участвовал в тушении пожара и тех, кто переводит ей материальную помощь. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал Север. Плюс 10 случаев зарегистрировано в Ненецком округе за эти выходные. В числе заболевших жителей Нарьинмара искатели их руты. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Ненецкому округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 987 подтвержденных случаев COVID-19. По данным медицинских организаций, за истекшие двое суток нет выздоровевших пациентов. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 63 пациента, в том числе два бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 12 человек. Находится на амбулаторном лечении 51 человек. В регионе зарегистрировано три летальных исхода от коронавируса. Напоминаем, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности, а также меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В том числе масочный режим, а также самоизоляция для граждан, прибывших с территории других регионов. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу. По короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. На Ленмаре обсудили реализацию программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Основная цель программы, разработчиком которой выступает Агентство по развитию человеческого капитала Дальнего Востока и Арктики, подготовить план мероприятий по экономическому развитию. Тему продолжит Александра Литкова. Бубны, сувениры, национальная одежда и обувь. Мастерская тембойка, что в переводе с Ненецкого означает «жилка», открылась в поселке Красное 4 года назад. Тогда при помощи нефтяников и окружных властей удалось построить здание, предназначенное для сохранения и развития национального ремесла и традиций. Впрочем, ненецкая мастерица Лилия Тайборей оказалась в незавидном положении. Стоимость коммунальных услуг и аренды здания слишком высока. Я уже везде говорю об этом. У меня на самом деле проблемы с арендой. Я просто просила с прошлого года, уже прошу, чтобы мне дали это здание на безвозмездном основе, то есть арендную плату, чтобы я не платила. Потому что на самом деле это очень сложно в поселке. Для меня это дороговато. Своей проблемой Лилия Тайборей поделилась с представителями агентства по развитию человеческого капитала Дальнего Востока и Арктики в ходе их рабочей поездки в Красное. Здесь очень простая проблема – это взаимодействие с руководством, с муниципалитетом, поскольку собственность муниципальная, поговорить о том, чтобы либо снизить ставку аренды, либо как-то отсрочить ее. Тем более, с учетом того, что сейчас пандемия, понятно, что обороты по продажам здесь упали, а ставка, она не упала. То есть вопрос, наверное, главный сейчас в этом. Я думаю, что мы это без программы в рабочем порядке попробуем решить вместе с руководством муниципалитета. Подобную мастерскую планируют открыть и на территории поселка Нельминнос. Об этом в ходе встречи представители агентства с окружными властями рассказала заместитель главы региона Валентина Сганич, которая входила в рабочую группу от Ненецкого округа по разработке программы. Они будут охватывать все хозяйства, которые там на территории есть, чтобы как-то развить и занять женщин в самом поселении. И, конечно же, обязательно передача вот этих традиционных знаний по развитию художественных народных промыслов. Кроме того, участники встречи обсудили развитие этнотуризма на территории Нельминского округа, в частности, транспортную доступность, развитие инфраструктуры и экономическую выгоду для коренных народов. Хотелось бы, конечно, внедрять такие меры поддержки, как это субсидирование, может быть, туризма. У нас есть Ростуризм, разработанный проект кэшбэка, да, но он рассчитан, как правило, на все эти крупные туристические объекты, санатории, профилактории. У нас понимаем, что в Арктике у нас таких объектов нет. Соответственно, Арктика, мы выпадаем из этой программы Ростуризма. Может быть, что-то в этом направлении продумать. На сегодняшний день федеральным законодательством определено 13 видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, в числе которых животноводство и рыболовство. Сенатор от Нельминского округа Денис Гусев, который также принимал участие в разработке программы, выразил мнение о необходимости упрощения выдачи разрешений на любительскую охоту и рыбалку, что также будет способствовать привлечению туристов в регион. И мы большую часть на данный момент тех людей, которые могли бы приехать, которые впоследствии могли бы результаты традиционных промыслов, результаты оленеводства и ввести в какой-то вклад внутренний продукт, они в конечном итоге сейчас теми правилами охоты, рыболовства, они ограничены. Проект программы поддержки традиционной деятельности в Арктике коренных малочисленных народов разработан Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. С целью сбора предложений в план реализации программы представители агентства посетили также производственный комплекс крестьянско-фермерского хозяйства поселка Нельминоз, Капхос-Ерф и Акционерное общество мясопродукты. Город Нарьянмар динамичный, небольшой, очень добрые люди, очень разные люди. И важно, что сохраняется традиционный уклад жизни. Мы были в юго-восточной части Нельинского округа, когда были в Иркуте, заезжали на стойбище, познакомились с общинами. У нас представление есть такое, может быть, не комплексное, но не только Нарьянмар. То есть мы видели регион, такой край региона. Поэтому впечатление очень положительное. Есть, конечно, огромный потенциал по тому, что нужно поддерживать традиционную хозяйственную деятельность. Пока представители агентства посещают северные регионы с целью подготовки плана мероприятий программы, проект находится на рассмотрении председателя правительства Михаила Мишустина. Александра Литкова, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Индике продолжается подготовка к фестивалю корешки. Он пройдет в Ненецком округе уже в третий раз. В этом году датой начала выбрали 7 марта. До начала эколого-направленного фестиваля организаторы проведут в школах занятия с детьми, чтобы напомнить о бережном природопользовании. Ребята ожидают различные познавательные лекции и квесты, чтобы подрастающее поколение с ранних лет понимало о важности сохранения природных ресурсов. В этом году мы везем к ним мультстудию «Кубик». И ребята будут заниматься мультипликацией тоже на экологическую тему, на тему охраны природы. Также для школьников мы запускаем конкурс подделок про животных Арктики. Также у нас будет выставка рисунков. И достаточно много таких мероприятий проходит, которые с детьми. Что касается самого фестиваля, традиционно осталось 4 конкурсных площадки. Главным событием этого дня станет рыболовное состязание. Также на площадке будут проходить спортивные соревнования в традиционных ненинских видах спорта. Кулинарный конкурс и конкурс снежных скульптур. В каждой номинации для призеров подготовлены награды. Главный конкурс у нас рыболовный. В этом году у нас будет награждение денежные призы в первых трех местах конкурса. Это 50 тысяч первое место по весу, второе место 20 тысяч и третье место 10 тысяч. И также будет еще 4 номинации дополнительных, в которых мы тоже будем дарить очень хорошие призы. Для того, чтобы поучаствовать в рыболовном турнире, необходимо утром 7 марта подойти на место проведения фестиваля и зарегистрироваться. Организационный сбор составит 1000 рублей за взрослого человека и 500 рублей за ребенка. На фестивале будет организовано горячее питание, тематические площадки от заповедника Ненецкий и туристического центра. Гараж лайф, мировые хиты. Грандиозное шоу прошло в эти выходные в Нарьинмаре. Артисты Дворца культуры Артика восстанавливают свои силы после вынужденного карантинного простоя. Концерты проходят с аншлагами, правда, с условием заполнения зала всего на 30% и соблюдением всех противоэпидемических мер. Подробности далее. Савелий Ключников репетирует перед выступлением. Для юного музыканта сегодня дебют вместе с участниками малого концертного ансамбля. Это очень трудно, потому что иногда волнуешься, что забудешь какую-нибудь ноту. Малыши наряду со взрослыми музыкантами с нетерпением ждали ослабления карантина, чтобы встретиться с любимыми зрителями. Потому что был такой интриг, что я не смогу больше выйти на сцену так, как раньше. Почему? Ну, то, что вот такая пандемия случилась, и очень хотелось также снова побывать и сыграть зрителям что-нибудь хорошее. Взрослые и уже признанные артисты ждали возобновления концертной деятельности еще с большим нетерпением. Почти восемь месяцев простое, пустые залы, такая атмосфера не способствует творчеству, но уныние позади. Мы на самом деле ждем, ждали и ждем новых концертов. И этот, конечно, тоже очень ждали встречи с нашим зрителем, потому что это все не хватает от этой отдачи, от зрительного зала. И надеемся, что сегодня все пройдет как надо, мы уже все попробуем. И уверен, что зрители останутся на сцене. Концерт «Гараш Лайф» – мировые хиты – отличная для зрителей возможность насладиться популярными музыкальными произведениями в исполнении артистов Дворца культуры Арктика. Концерты проводятся с учетом строгого соблюдения мир безопасности. Масочный режим – 30-процентное наполнение зрительного зала. И мы страдали, мы знаем, что зрители страдали, поэтому мы с особым волнением и с особым вдохновением выходим на сцену сейчас, когда у нас есть разрешение на 30% в зале и ждем, конечно, увеличения этой доли зрителей в зале. Впрочем, карантин и ограничительные мероприятия – не повод для бездействия. Это время артисты тоже использовали для творчества. Создание новых проектов, осмысливание идей. Это была очень такая кропотливая работа по поиску новых направлений, новых жанров. Мы делали проекты, связанные с видеоформатом. И в том числе появился вот этот проект «Гарашлайф», который сегодня имеет продолжение уже. Это смесь телевизионного формата с концертным форматом. Достаточно интересное направление, оно будет развиваться. И, конечно же, ни один концерт, ни одно выступление невозможно без зрителей. Именно для них каждый выход на сцену, для них каждая песня. Конечно, они готовились, переживают до сих пор. Репетиции были ежедневно на протяжении всей недели. Как вы будете их поддерживать? Конечно, конечно. Будем громко аплодировать. Дети недавно только начали заниматься в музыкальном коллективе и играют на инструментах. Переживаете? Да. Как-то будете поддерживать? Будем. Как вы переживаете? Ну, типа такой, это, такой твердый, твердая музыка такая, ну, которая, это, там, рэп, в общем. Я в том году была, наверное, на подобном, и хочу еще раз прослушать. Очень долгожданные и желанные. Мы очень рады, что начались концерты. Прямо вот такое ощущение. Я прямо на все концерты купила билеты. И подружек своих купила. Артисты обещают не подвести, радовать зрителей своими выступлениями и концертной деятельностью. Ольга Русул, Вадим Стасек, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. И теперь новости из финского Вуакати. Копилка Александра Терентьева пополнилась еще одной медалью. Серебро лыжник взял в составе сборной России на эстафете молодежного чемпионата мира. Наши уступили лыжникам из Норвегии всего 3,9 секунды. В небольшом видеоинтервью для телеканала Север наш земляк рассказал о победах и впечатлениях, полученных на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам. Что ты почувствовал, когда первым пересек финишную прямую? Сразу ли пришло осознание, что стал чемпионом мира? Когда я пересек финишную черту, я почувствовал больше радости. Очень много радости было, что победил. И спокойствие, что все закончилось, у меня есть медаль. Как оцениваешь силы соперников? Тут очень много сильных соперников. Все они бегают на этап Кубка мира. Со всеми мы бегали не раз. И мы понимали, кто где сильный, когда они будут схватываться. Мы все это понимали. Сегодня сборная России взяла серебро. Обидно, что не удалось занять высшую ступень бедестала. Но вообще любая медаль – это очень классно, потому что на таких соревнованиях попадать в призы и выигрывать – это очень многого значит. Передаю всем привет с ней от Скоттного Норга. Спасибо большое вам за слова поддержки. Мне очень приятно это мотивировать, меня еще больше и быстрее бегать. Спасибо вам. И на этом все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале «Север».